Молодежные клубы решили объединиться, чтобы защищать свои интересы. А интересов большое множество. ПМХ, скейтбординг, агрессивные ролики, паркур, воркаут, слэклайн, автоспорт и хип-хоп-культура. У каждого направления свои потребности. Я в нас ездил постоянно в Красноярск, Иркутск, в других городах просто имеются уже большие крытые стационарные скейт-парки. В нашем же городе его нет. И так как его нет, у нас уровень очень маленький и происходит большой отток молодежи. Другие города все переезжают, кто-то переезжает за границу. Ну вот как я сам тоже, например, я постоянно нахожусь в Китае, тренируюсь там. Отсутствие приспособленного места для тренировок – главная проблема. На сегодняшний момент в городе нет ни площадок, ни трасс, где бы можно было проводить соревнования. У нас количество участников клуба увеличивается с каждым днем и превышает уже более 5000 человек. Автомобили у участников, которые приезжают на соревнования, позапрошлым году приезжало их 40, в этом году уже 60-70. Мест в городе таких практически нет. Площадки для воркаута, слэклайна, да, можно было бы совместить вместе с паркур-площадкой и построить гигантский комплекс. Помимо строительства молодежного центра для экстремальных видов спорта, энтузиасты предложили ежегодное проведение в Улан-Удэ брендового фестиваля «Субкультур», который объединил бы граффити, современную хореографию и другие популярные направления. Ребята готовы все проекты, есть конкретные предложения, есть уже фирмы, которые нам все это изготовят. И вот сегодня мы услышали, что Верхняя Березовка, возможно, станет одним из центров экстремальных видов, так как у нас планируется строительство адреналин-парка, и почему бы и летние виды нам там не развивать. Представители администрации заверили молодежных лидеров, что поддержат их начинание и готовы к совместной работе. Алифтина Шаракшане, Вячеслав Сердюченко, Новости дня.